Основной источник информации для школьника – интернет. Такую установку дали представителям регионов на госсовете. В ближайшее время по указанию главы города все челябинские школьники получат неограниченный по времени доступ в мировую паутину. Значит, нам надо перевести все школы на безлимитный интернет. Уже сделано не слышно. Вот. И на всех школах либо компьютерные классы, либо этот интернет должен находиться в библиотеке, чтобы любой школьник в любое время мог иметь свободный доступ к интернету. Каждый школьник не просто должен, а обязан иметь дома интернет. Сегодня это вовсе не дорого, а за онлайн-обучением будущее, и никто не вправе отказать ребенку в доступе к глобальной сети. Работа не быстрая. Хотелось бы, конечно, видеть охват более 90%, чтобы те 10%, которые не имеют, техническая возможность не позволяет, еще что-то не позволяет, они могли свободно пользоваться в своей школе, в читальном зале, со свободным доступом. Еще одна важная тема для горожан, уже тех, кто постарше, грядущая программа по утилизации машин. С 8 марта россиянам начнут выплачивать 50 тысяч за сданный старый автомобиль. По мнению градоначальника, это простимулирует рост объема продаж новых авто, а значит город должен быть во всеоружии, и как можно раньше завершить строительство многоуровневых развязок. Областные власти уже готовы взять для Челябинска федеральный льготный кредит. Я уже слышал такие мнения, что, а зачем вообще брать кредит, надо на свои жить. Ну, я объясню просто всем зачем, что лучше построить несколько развязок быстро и увеличить скорость движения транспорта на территории города, а потом потихонечку рассчитываться за этот кредит, стоимость которого на сегодняшний день около 2% годовых. То есть это практически бесплатные деньги. И последнее указание мэра – борьба с бюрократией. Всем муниципальным органам власти рекомендовано максимально упростить порядок получения документов, оплаты штрафов и так далее. В первую очередь понятными и доступными должны стать услуги городской ГИБДД. Речь идет о двух десятках.